Добрый день! Мы выполним элемент в форме сердечка и заполним тюлевым швом или петельным. Это самый простой и часто употребляемый шов. Для работы нам понадобится пенопластовый матрасик, шнур гусеничка, сантиметров 33 приблизительно, игла, булавочки и нить для заполнения. Приступаем к работе. Для того, чтобы легче было нам выполнить такую работу, мы на листочке бумаги нарисовали сердечко. Теперь отрезали по длине шнур необходимый, сшили в стык концы и теперь выкладываем. Накалываем по контуру нашего рисунка. Мы накололи шнур по эскизу нашему и приступаем к работе. Начинать мы будем с одной стороны идти до вот этой линии, здесь будет разрез, а потом с противоположной. Начинать с этого уголочка. Вводим иголочку вдоль шнура к тому месту, где будет начинаться наш шов. Мы выполняем простые петельные стежки. Вводим иголочку в петлю шнура. Теперь вводим иголочку, пропускаем одну петелечку во вторую. У нас наша ниточка за иголочкой. Вот таким образом должно получиться. Немножечко подтягиваем, то есть делаем маленькую петелечку, такую небольшую. Все петельки у нас должны быть одной длины, то есть одним размером. Следующая. Обратите внимание, ниточка за работой, за иголочкой. Вот у нас маленькие такие. Если вы сомневаетесь по величине, можно каждую петелечку накалывать таким образом, чтобы видеть ее величину. Следующая. Следующая. И так будем выполнять до самого верха. Мы заканчиваем наш ряд первый. Еще выполним один стежок. Теперь вводим иголочку в следующий. И будем возвращаться назад. Теперь будем выполнять второй ряд. Будем возвращаться назад. Будем выполнять такие же стежки. Они у нас будут располагаться в шахматном порядке. Вводим иголочку под нашу петелечку. Иголочка выше, чем наша ниточка. И получается такая вот петелька у нас. Арочки вот эти вот должны быть одного размера. И так идем до самого низа. Подтягиваем. Если вам удобно, можете накалывать иголочками. Мы заканчиваем второй ряд. Подтягиваем, если нам нужно. Главное, чтобы все наши петелечки были одного размера. И последний. Теперь мы, чтобы у нас закругленный кончик такой получился, мы вводим верхний шнур. И подтягиваем. Наш второй ряд, получается, мы подтягиваем к верху нашего шнура. Таким образом. Теперь в соседнюю петелечку. И приступаем к выполнению уже третьего ряда. И пошли наверх. И пошли наверх. мы закончили ряд наш теперь переходим немножко выше по шнуру и обратно возвращаемся вниз вот наши петелечки вот вот ну мы заканчиваем наш ряд выполняем последний стежок последний мы пропускаем не будем вязать теперь соединяемся вверх вкалываем иголочку шнур таким образом теперь переходим на следующую подтягиваем и обратно идем вверх мы выполняем последний ряд здесь можно петелечки немножечко делать поменьше главное чтобы они во всем ряду были одинаковы и так подтягивайте друг другу и заканчиваем вот мы закончили наш ряд ничего что он провисает и главное что у нас петелечка находится на той линии на противоположной стороне тоже мы закончили здесь теперь обратите внимание для того чтобы выравнивать ряды мы по верху выполняли через одну петелечку вкалывались а по нижнему ряду в каждую а в конце несколько раз выполняли в одну и ту же петлю для того чтобы выровнять ряды еще раз закрепили мы закончили наш нашу сторону ниточку мы убираем пока но не обрезаем она нам еще пригодится начинаем работу с этой стороны выполняем также сеточку для удобства мы поворачиваем работу мы выполняем сначала иголочку вводим шнур закрепляем ниточку вводим иголочку в нашу петелечку где мы будем начинать выполнять работу выполняем через одну выполняем простые стежки все петелечки одного размера у нас получились первый ряд мы окончили переходим на второй возвращаемся назад итак продолжаем заполнить мы закончили выполнение этой части заполнять тюлевым швом теперь для того чтобы обработать наш разрезик мы каждую петелечку соберем на нашу ниточку то есть таким образом будем не выполняем петлю то есть просто оденем на ниточку каждую петелечку мы собрали все петли крайние теперь у нас есть возможность подтянуть вкалываем иголочку в крайнюю самую петлю нашу последнюю на шнуре подтягиваемся и теперь идем вверх до этого мы будем в каждую арочку провязывать по два стежка не по два извиняюсь по три стежка первый стежок мы сделали получается как у нас три узелочка второй и рядышком третий подтягиваем и в следующий точно так же первый и подтянем его рядышком второй и третий и так до самого края мы закончили выполнять шов выделив нашу серединочку с разрезиком теперь кончик ниточки мы прячем вдоль шнура и снимаем с работы нашего матрасика наше сердечко посмотрим что у нас получилось вот такое сердечко у нас получилось мы выполнили его в технике румынского кружева выполняю тюлевой шов творческих вам успехов